дорогие друзья добрый день снова здравствуйте говорю всем шалом с вами снова я арон аре я прошу прощения за долгий перерыв ну вот опять я снова с вами снова вернуться тема сегодняшнего урока еврейские дети дети бывают только свои или бессмертный народ не бывают чужих детей дети только свои это единственный капитал который будет вечно давайте вспомним колено которые были одарены в последней главе торы перед праздником симхаттора было рассказано о том как ашем наградил множество колен израилевых однако примечения колена зулуна и исахара один занимался парносой прячем в прибыль зулон другой торы исахар проносил шамбай в доме и они все делили пополам в том числе и ламаба знаете это напоминает отношения мужа и жены сейчас все перемешалось однако муж и жена создают семью создают одно целое соединение под хупой одна душа давайте вспомним адама и хаву как замечательный лектор вадим рабинович рассказывал что подожди адам с хавой немного подольше они поняли что она они одна душа и привели бы в мир правильных детей знаете самое ценное в жизни наверное это партнер который не предаст никогда благословение когда союз правильный когда это большой дар шум байт мир в доме поколение приходит имеет силу но и уходят и остаются и гены их продолжение их дети как и продолжение их в их учениках человек не завидует сыну и ученику именно так сказано у нас тамуде и знаете недавно произошла такая ситуация в группе русской личной группе на одном из островов привлежных к европе я сам дал объявления для поиска персонала для членов своей семьи братьев сестер по поиске персонала персонала для моих племянниц то есть уборка готовка и так далее естественно наверное как и все мы движемся к задаче получить хороший сервис за приемлемые деньги я получил кучу отзывов откликнуть куча так называемых дивана генералов и которые возмущались однако откликнулись и люди дела бизнесмены которые знают рынок дали советы и сказали мне реальные рыночные цены в общем свое нашел я доволен я нашел сервис для членов своей семьи но однако от многих так называемых диванах генералов пошел антисемитизм наличности как они узнали что евреи не знаю самое что печально стали упоминать детей еврейских детей и дели на это акцент и тогда в защиту социальной сети facebook стали вставать наши наши евреи и главный вопрос был а почему вы переходите на личности на национальность если с точки зрения работы предлагают хотите берите работу хотите нет это рыночные условия а в указывает что именно еврейские дети почему они упомянуты вообще как такое может быть и вы знаете у меня тут пришло сознание мы евреи можем спорить в обычной жизни друг с другом но у нас есть дух единства и понимание когда бьют одного это не человек конкретно убьют не лет это и тебя бьют и нельзя на кого допускать надо поддержать того на кого атака история бывают разные порой они ужасающие русские евреи вынуждены были 70 лет существовать попираемые гонимые с разбитыми семья благодаря ссср матери на селе одни детей отцы были в гулатах бесплатная рабочая сила талантливая рабочая сила отцы часто умные были большинстве суром тогда делали человеку универсального без рода и без племени но слава богу вечно земля и бессмертный народ баруха шем и нам надо возрождаться надо возрождать элиту знаете я вспоминаю ситуацию своего друга которого после развода сей с которым они были на одной ноге который был к нему лоярен и друг была лоярен и все были хорошо внезапно тесь хотела купить права на ребенка когда друг расстался с дочерью здесь есть есть говорил что если друг не подпишет отказ от ребенка за деньги за достаточно на крупные деньги то бывший тесть сделает так что ребенка друг вообще не увидит отец не увидел ребенка на что друг сказал пусть начнала своих детей кажется прежде чем такое мне предлагать вот так друг сказал и свидетелями этой истории было три раба и во время поездки деловой еврейской со спонсорами один рабой сказал какая-то глупость из того чтобы поддерживать друг друга два воина два еврея конфликтуют две горы спорят вместо того чтобы использовать свою ядерную энергию заложенную в них а шлемом создателем на созидание ведь мы они соединены генами и оба имеются обязательства сделать все чтобы ребенок сын для того внук для другого состоялся и чем сильнее будет дедушка и отец тем лучше будет лучше будет ребенку сыну для одного внука для другого они жить в конфликте два человека бизнесмена с большой огромный хуспой 1 наглый 2 еще больше наглый хорошем смысле этого слова и и использовать этот потенциал нужно бизнес на тору на изучение тору на создание чего-то хорошего им надо поддерживать друг друга повоевать найдется с кем да и для общего блага и так же раба и привел выдержку из книги дариха шен суда земного не бойся ибо свидетели поро судьи любят деньги но бойся зуда небесном он не подкупен и праведен надо бороться гордыню с обоих сторон пусть и скрываем и оба забыли на уровне генетики что когда евреи конфликтуют друг другом приходит амалек их отслужать это может быть мог враг родила человека болезнь разбитый шломбай в доме наказание бывают защищены проблемы с бизнесом и можно выиграть сюда земных разными способами новым на суде небеса нельзя он без присрасти и от проставляет наказание срок и не пьют от них уже нет купиться то же самое время получительный пример других евреев сильных бизнесменов они вместе с большой компании один более старший видел своего маршал вашего партнера и хотел хотел видеть у него зятя познакомилась с дочерью сыграли свадьбу поставили купон в жизни бывает разных сожалению произошел развод но во время развода все было четко говорено сам тезь наставила чтобы . там была девочка в семье вела отца отец выполнял свои обязательства перед ребенком да то есть внучка была счастлива дочка участие то же самое время они вам мужчину сохранили поддержки позиции в бизнесе были доброжелательны и поэтому стоит поучиться и бизнес растет знаете очень много историй когда происходило много чудес с детьми давайте вспомним историю луи армстронга замечательного певца его песни особенно перед песоком голда моза с вать смартфон гол ведь луи арминга выносила по большому счету еврейская семья его учили в этой семье никогда не сдаваться идти вперед быть лидером многого сделал в итоге луи армстрон много достиг он стал одним из лидеров уже афроамериканского движения за права за права чернокожих в америке 70-х годах он поддерживал израиль за что ему спасибо большое большое заслуга тоже а также давайте вспомним историю одного мальчика рожденного в ссср в городе на ниве санкт-петербург я мальчик русский соседи были у него евреи они заботились о нем приглашали его на праздники на шабаты мальчик так хорошо себя чувствовал гостях у соседей потом понял что его растят как сына его растили как сына вкладывали в него любовь мальчик был очень доволен наверное немножко ощущал то что он все-таки не еврей но он хотел быть евреем скорее всего и вот мальчик мальчик вырос стал 90 года большим чиновником в своем городе городе на ниве стал заботиться о той еврейской семье которая уже составилась но относилась него как сына стал любить евреев и когда в девяностом году стал открываться первые шивы он был первым кто стал подписывать на уровне чиновника все документы разрешения вот прошло время мальчик развивался наверное получил их большую сгулу за то что делал за то что его дела были наполнены добром любовью еврейскому роду в том числе мальчик стал большим большим чиновником в итоге он стал президентом большой страны за какие такие заслуги спросите вы хотя бы за то что на территории большего советского союза открылась одна из первых шив пошли толмуд хахами мальчик испытал любовь к еврейскому народу знаете еще одна поучительная история когда во время второй мировой войны были католические священники не приучали приютах еврейских детей скрывали от нацистов и вот вторая мировая война закончилась и один раввин стал ездить по приютам где были те мальчики и он искал искал еврейских детей ему говорю что этих детей нету документов не было нигде ничего доказать было нельзя тогда раввин просил отведите меня пожалуйста спальню тогда спали были это было большое помещение куча кровати дети спали все-таки вторая мировая война разрука раввин просил отвести его в то проще когда была темнота здесь ложились спать он вставал и произносит следующие слова шма израиль адуна и лохейну и тогда дети многие дети вставали кричали мама 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 и пришли на голос это были еврейские дети которые помнили как их мать пела им эту песню эту молитву не секрет что для многих религию евреи ушедшие в них принесли большую пользу достаточно вспомнить историю инквизиции в испании как евреи принесли принято часть евреев приняла другую лигию и не они пришли холестеризм и как они боролись с маранами евреями самые яростные были имена и те евреи которые пришли другую религию а суммите большевиков сколько было наших собратьев проповедующих атеизм за такие готовы были платить золотом и кровью рассрочкам и вперед чтобы к себе переманить во многие учились в ешивах учились в хедерах и они имеют талант который можно было реализовать но так это талант можно реализовать как во благо такого бред но самое страшное это не реализованный талант это ядерный реактор если им не воспользоваться во благо ядерная энергия все уничтожит разве могут быть чужие дети все дети это наши дети во всех детей надо инвестировать смело это беспроигрышная инвестиция инвестировать в первую очередь в любовь я рад что сейчас создается новый проект на платформе воикра поддерживаем мы разного мощного мотаем за что ему большое спасибо который инвестирует во всех нас разношающего инвестирую свою любовь спасибо ему спасибо вам большое раз иосифович туда раба вы на любовь свои струны настроить и быть равнодушным нельзя от любви чудо-любовь и пока ведь на свете это великое чудо живет счастье идет и рождаются дети вечно земля и бессмертен народ друзья мои я доволю мудрости совет моих прошлых прекрасных лет читайте слушайте пока не надоест а а также я рекомендую вам слушать моих учителей которых я учусь с каждым их уроком которым я благодарен за наше общение вкушайте и мудрость пожалуйста добросердечного раба мэйра левина мудрого вадима ерунда еще ирбиновича человека с большим дэрэх эритсом и россию иосифовича матаева замечательного раба александровского спасибо вам за удивленное время худо кумек всем мудрости красоты и шаббат шаббат